Героизм одних – это чаще всего разгильдяйство других. В России дороги полное говно. В принципе, в Украине тоже. В России отвечают за качество дорог ГИБДД, в Украине Украфтодор и органы местного самоуправления. Именно они должны обеспечивать безопасность и заставлять подрядчиков выполнять качественный ремонт дорог. К сожалению, то ли подрядчики, то ли коррупция не позволяют это сделать качественно. И на дорогах часто появляются ямы и даже иногда происходят или не иногда аварии. Многие матеро ругаются, когда лишний раз попадают в какую-то яму. Многие аккуратно их объезжают. Но, тем не менее, есть и те люди, которые не хотят мириться с таким качеством дорог. Давайте познакомимся с обычной хрупкой девушкой, которая выходит по ночам на дороге и латает их. Да, может быть, это не героический поступок, но, тем не менее, эта история заслушивает вашего внимания. Поехали! Знакомьтесь, это Вероника Бобрусь, жительница Омска. Она прославилась после публикации видео, на котором видно, как девушка ремонтирует дорогу. Вероника поясняла, что у нее разъездной характер работы, и уж очень часто она попадала в одну и ту же яму на улице Жукова. Она комментировала местным СМИ, что после очередного удара колесом решила, что если дорожные службы не хотят работать, то это сделает она. Специально выбрала ночное время суток, чтобы никому не мешать. Нетрудно догадаться, почему девушку в сети вскоре начали называть дорожной феей. Ведь там, где образовывались ямы, а на улицах Омска их было достаточно, всегда оказывалась Вероника с мастерком и немного бетонного раствора. Девушка рассказывала, что каждый день ездит мимо этих опасных мест, и ей надоело ждать, что кто-то когда-то эти ямы заделает. Поэтому она психанула и решила сделать все сама. Очистила ямы от льда, засыпала в них пол ведра щебня, залила раствором цемента и выровняла. Эта история дорожной феи наделала немало шума в интернете, как, собственно, и в мэрии Омска. Люди восхищаются Вероникой, ведь она лишний раз напомнила, что можно не только кричать на проблему, а попробовать ее решить даже своими силами. Знаете, а где есть феи, там есть и эльфы. По ее примеру появился дорожный эльф. Знакомьтесь, это Андрей Гребенчиков. По примеру Вероники он тоже начал заделывать ямы. И первая яма, которая стала на его пути, это была на улице Лукашевича. Андрей неспроста взял эту глубокую яму в работу, так как именно там некоторое время назад он пробил два колеса на своей машине. Как рассказывал Гребенчиков, там были очень острые края. Не хотел, чтобы чьи-то шины тоже пострадали. Как я уже говорил, шумиха вокруг Вероники привлекла внимание мэрии. Знаете, как это часто бывает? Хочешь сделать добро, то тебя еще власть за это будет по шапке бить. Так и произошло с Вероникой. Начали говорить, что она делает как-то это не так, не по ГОСТам, не по техническим условиям. И также Веронике еще пригрозили, что если что-то случится на этих участках дорог, то отвечать будет именно она. Хорошо, хоть люди не отбитые стали на защиту дорожной феи и припомнили мэрии, как она когда-то ремонтировала этот же участок на улице Жукова. Таким образом, они клали горячий асфальт во время снегопада. Понимаете? Во время снегопада класть асфальт. Ох, это просто песец. В конце концов, под давлением общественности власть согласилась сотрудничать с активисткой. И если Вероника обнаружит какие-то проблемные участки, вызываются специальные службы и ремонтируется этот участок дороги. Единственное, что мне кажется, что это продлится недолго. И рано или поздно все равно должны появляться новые дорожные феи, дорожные элифы, которые будут выполнять работу, которую должна выполнять мэрия. И знаете, начинаешь задумываться, зачем нужна власть, которая гоняет тех людей, которые выполняют ее работу. Ведь из наших налогов, из нашего бюджета платятся им зарплаты и многие другие социальные выплаты. И получая эти зарплаты и выплаты, власть вместо того, чтобы решать проблему людей, начинает гонять тех, кто выполняет за нее ее работу. Ну а мы желаем удачи таким дорожным феям. Мы желаем, чтобы именно они были органами власти. Именно те, кто реально чинит дороги и болеет за свой город, а не пытается набить свои собственные карманы за счет ремонта. На этом все, друзья. Удачи вам, успехов. Увидимся в следующем выпуске. Инвест Днепр. Будущее за нами.